Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, мне одному его лицо по кодеку Волгина напоминает С помощью радара ты можешь отслеживать передвижение противника Позову, я объясню, как он работает Спасибо, но я... думаю, я справлюсь Твоя миссия заключается в поникновении в Галуат НДВ с отрядом Дельта на месте для спасения заложников и уничтожения Metal Gear Возможные корректировки задания будем проводить через кодек И раз уж мы заговорили о кодеке... Пока, полковник! Ну что ж, вот и он, Metal Gear Solid на Game Boy Color Первое, что сразу же бросается в глаза Это плавная анимация, а вместе с ней... Чертовская отзывчивость управления Это вам не двухкадровая анимация из Metal Gear 1 И деревянный снэйк из Metal Gear 2 Перед вами настоящий образец нас-ген поколения А музыка? Мне чертовски нравится трек, который играет на заднем фоне Он идеально передает атмосферу происходящего и настраивает нас на дальнейшие приключения К тому же, снэйк научился паре новых приемчиков Теперь он умеет по стелсски прислоняться к стене А в рукофашной он не убивает противников, а лишь углушает А еще он умеет вскрывать бесхозные чемоданы Мне вот интересно, зачем кому-то брать с собой чемодан в джунгли? Это бы за грибами ходить, я думаю Хмм... А если ударить охранника во второй раз, то он погибнет И из него уволится лут, как в первых частях Неожиданно Как вы могли уже заметить, игра начинается в джунглях Все мы помним, что бывает, когда мы начинаем игру в джунглях Ты же давакин, ты же давакин Но, должен сказать, тут мне даже нравится Да, локация больше похожа на крысиный лабиринт, склонированный травянистой текстурой Но из-за довольно быстрого геймплея, этого даже не успеваешь заметить О, смотрите, машинки И да, внутри они тоже больше, чем снаружи Изи Карманы переполнены патронами? Значит, теперь с уровнем у меня будет увеличиваться количество карманов, да? Кстати, мне также нравится дизайн вещей в инвенторке Они выглядят примитивно, но при этом узнаваемо И я бы даже сказал... Стильно Как бы это сказать? По-киберпанковски, что ли? В общем, для всех тех, кто еще не успел понять Мне очень нравится эта часть игры И я рад, что этот спин-оп Metal Gear серии Не такой ложевый, как Snake Revenge О, открытые поля Ну, слава богу А то я уж боялся, что всю игру мы будем бегать По вот таким вот тоненьким крысиным лабиринтикам Сказать честно Я чувствую себя не очень комфортно на открытых пространствах Потому что мы до сих пор не знаем о диапазоне зрения противника Если бы только у меня была коробочка Я надеюсь, в этой части нас не оставили без нашего верного компаньона Смотрите, тут даже разные виды местности есть Поля Что-то вроде грязевого болота И пара охранников Представляете, каково это? Весь день патрулировать по колено вот в этой грязевой жиже Да, не завидую я этим ребятам Хе, смотрите, у меня глючит тень Ай, черт, сам виноват Нефиг лазить где попало Надеюсь, мне удастся от них убежать И тревога пропадает, как только я перехожу на следующий экран Меээ Смотрите, мост с охранниками Ну что ж, пришла пора узнать, насколько развито их зрение Хм, судя по тому, что меня до сих пор не цикли Либо они смотрят прямо перед собой, как Metal Gear 1 Либо конусом, как Metal Gear Solid Снейк, прекрати спотыкаться Подумаешь, выстрел в спину Это даже не похоже на падение от выстрела Скорее, как будто он на банановой кожуре подскользнулся Эээээ... Что? Судя по всему, прохождение этой игры построено в виде отдельных уровней Интересно Хотя, честно говоря, экран статистики больше ассоциируется у меня с VR-миссиями Хотя, может, всё это и есть одна сплошная VR-миссия Поэтому она не входит в канон Снейк, нам поступили новые данные Плохие новости, да? Откуда ты узнал? Скажем так, ты никогда не был посланником хороших новостей Так что стряслось? Весь это Дельта был уничтожен Вау, ты серьёзно? О каких шутках может быть речь? Но отряд Дельта лучший из лучших американской армии Поверь мне, они не больше, чем краснорубахи Краснору... Что? Противник не поскупился и нанял лучших наемников А-класса Пока ты катался на своих упряжках, я был в деле Так что можешь верить мне на слово Если тебе не повезёт, и ты встретишь одного из них, звякни мне И я увеличу твои шансы на выживание Чем же? Советами по рации? Именно! Скажи спасибо, что за тебя уже всё оплачено Снэйк, это мистер Макбрайт из ЦРУ Не недооценивай, Джи Лэф Это тебе не какая-то банда гопников Их ежегодные доходы от наркоторговли и торговли ценными металлами Превышают 50 миллионов долларов Так что они не поскупились на покупку оружия Они вооружены лучшей техникой, за которую только можно достать И да, я работаю в отделе африканской разведки И поэтому могу добыть данные не только на Джи Лэф Но и на местный климат, флору и фауну Буду иметь в виду Ну что такое, мы же только что закончили брифинг Я просто хотел сказать тебе, что внутри форта охрана будет ещё жёстче, чем снаружи Будь осторожен, особенно рядом с камерами Ящики Люблю прислоняться к рандомным ящикам, стоящим не в попад Тх, а ещё больше я люблю камеры, которые смотрят на эти ящики, стоящие не в попад Ух ты, а тут уже два охранника Это будет интересно Хм, а что если... Я ударил его! Хе, тогда давайте попробуем сделать немного по-другому Получилось Опа, они намного умнее, чем я думал Бежим! Ух, видимо они боятся заходить дальше этих кустов Хвала волшебно пропадающей тревоге Но серьёзно, если так будет продолжаться, то игра будет жутко неинтересной Хотя может это просто солдатская некомпетентность Этот вот дверь забыл за собой закрыть Так что, будущие диктаторы, мотайте себе на усы А если у вас нет усов, то... Начинайте отращивать, иначе какой же вы диктатор? Так вот, о чём это я? Ах да, не поскупитесь на хорошую охрану Всего один некомитетный солдат И вражеский лазутчик уже взрывает ваш метал-гир Хотя, кто знает, может Всю этот чертовски коварный план, чтобы заменить меня в ловушку Смена караула! Ух ты, они ещё и разговаривают Уже? Давай поторопись Нас обождают неприятности, если нас застукают вдвоём Мне кажется, если добавить сюда подходящую музыку Давай Поторопись Нас обождают неприятностей, если нас застукают вдвоём Как будто сюда вообще кто-то ещё может войти Ну да, конечно, кому нужна солдатская караулка, когда ты, Настяш, оставляешь открытую дверь в крепость? Оф, фак, он идёт сюда, Снэйк! Эх, видимо, всё это до сих пор часть катсцены Иии, другой охранник тут же начал спать на посту А может они пускают нервно-паралитический газ по вентиляции, чтобы никакие шпионы вроде меня не могли туда пробраться А это так, побочный эффект В любом случае, благодаря этому оболтусу теперь у меня есть глушитель И да, я надеюсь, его напарник настолько же некомпетентен, иначе я только что профугал свой шанс попасть в форт Хех, два сапога-пара Ну что ж, давайте посмотрим, как эта база выглядит изнутри Куча рандомно стоящих ящиков и коробок, вместе образовывающих этот странный лабиринт Меээ Я надеюсь, хотя бы дизайнеры интерьера побольше дружат с логикой Оу, так эти здания это складские помещения? Ну что ж, тогда мне не к чему придраться Если только не окажется, что здесь все здания это складские помещения Хмм, ну по крайней мере оно выглядит по-другому Так, сюда мы не пойдем Меня жутко смущает вот так комнатка внизу справа, с лестницей Чтобы туда попасть, нужно использовать взрывчатку Ну что ж, по крайней мере, теперь мне есть к чему стремиться Ух ты, смотрите, а это походу проход к главным воротам Я знаю, все эти восторженные огласы могут звучать странно, но... Мне правда нравится дизайн уровней Это не просто кучка несвязанных экранов Тут все стоит на своих местах Тут ворота с широкой дорогой, скорее всего ведущие к форту Там склады с ящиками Хей, быть может взрывчатка лежит в этом грузовике? Эээ, быть может взрывчатка лежит на этом грузовике? Ха, what the hell? Хей, а это место чертовски напоминает мне одну из VR-миссий из МГС Видимо, у местных грузчиков тут фетиш такой Ставить коробки так, чтобы проходы между ними напоминали толстую кишку Хей, еще одно складское помещение Еще один чумодан Что внутри? Р5? Видимо, в этой игре нам дают оружие с самыми короткими названиями на цвете Я сначала вообще засомневался в существовании пушки с таким глупым названием Но потом, правда, я вспомнил про М4 Немного покопался в интернетах и узнал, что Vector R5 используется южноафриканскими национальными силами обороны И сделан на основе более известного оружия Галилу Конечно, извиняюсь, если я неправильно поставил ударение Но опять же, очень радуюсь, что террористы тут бегают не с автоматами Калашникова, как в любой другой игре Оуфа, кто-то идет, бежим Ну и раз уж он тут надолго завис, пришло время для СНЕЙКСТЭПА Ладно, хватит дурью маяться Нам нужно еще найти лестницу, чтобы забрать завчатку с той машины Эээ, да, мне тут пришла одна мысль по поводу камуфляжа Он, конечно, очень хорошо подходил для Metal Gear Solid, где все локации вообще были похожи на бледно-зелено-голубую массу Но здесь, в Южной Америке, я думаю, что этот костюмчик не очень подходит для данной миссии Вау! СТЕЛСМАСТЕР! И все это ради пустого здания с лестницей сбоку Возможно, я переценил уникальность дизайна, хотя, если подумать, есть ли практически смысл делать каждое складское помещение уникальным Ух ты, смотрите, недокрашенные БТРы У меня в детстве такой же был, игрушечный Как грубо Хм, дырка в заборе Либо она декоративная, либо тут можно ползать А, Б, А плюс Б Полковник, ты же всегда знаешь, что делать в подобной ситуации, да? Конечно, тебе нужно проникнуть на базу Спасибо тебе, полковник, что бы я без тебя делал Хорошо, я здесь не везде был, возможно, эта дыра декоративная Оно не декоративное Эй, кто-нибудь меня слышит? Есть кто на связи? Кто это? Это сержант Крис Дженнер из отряда Дельта Отряд Дельта? Ты выжила? Так ваш отряд не был уничтожен? Нет, кто вы? Американский спасательный отряд? Нет, я серый кардинал, с которым ты должна была работать Не может быть Фокс Хаунд? Солид Снэйк на связи Ты? Я слышала о тебе многое Что, например? Ты уничтожил Метал Гир в Аутор Хевен 7 лет назад И был признан лучшим сабордажником на свете, легендой Не верь всему, что написано на заборе Многие также говорят, что я всего лишь убийца, которому не хватает внимания И какая из этих версий более правильная? Я думаю, ты должна решить это сама Хм... Сержант, когда у вас из отряда кто-нибудь еще выжил? Нет, все остальные... Я... Они читающие, сэр Они? Ты имеешь ввиду наемников? Да, в особенности их лидер, Вайпер Даже если ты не была бы засада, мы вряд ли смогли бы что-то сделать в битве лицом к лицу Засада? Неужто у нас была утечка информации? Информация об этой миссии строго засекречена С трудом верится, что о ней могло бы стать известно Ха-ха, серьезно? Всегда найдется продажный человек Нужно лишь правильно назвать цену Что по-вашему движет американскими умами? Деньги? Власть? Слава? Женщины? Ну или мужчины? В особо тяжких случаях? Ну бросьте, молодой человек В нашей миссии подобная глупость исключена Откуда столько уверенности, бро? Мы навели справки по всем, кто задействован в этой миссии Ясно Ну как скажешь Ну а что ты думаешь по этому поводу, полковник? Это сверхсекретная миссия К ней имеет доступ лишь небольшая горстка людей Среди военных и политиков Я соглашусь с мистером Ак Маккерсоном Окей, сержант Дженнер Будь полезной и скажи Метал Гир действительно находится внутри форта? Да Хоть у меня и нет информации о его точном расположении Но я знаю, что его сборка практически завершена Поэтому всех ученых уже перевели в другое здание Ты знаешь в какое именно? Прости, но нет Жаль Ну что ж, сержант На этом твоя миссия закончена Выбирайся отсюда как можно быстрее Нет Я остаюсь Нет, ты не остаешься Не хватало мне еще нянчиться с брони Вали вон Нет Сержант, мать твою Нет Я должна закончить свою миссию Ради павших товарищей Снэйк, наличие любого союзника на поле боя может быть полезным Пожалуйста, сэр Ах, к черту Тебя все равно не переспоришь Спасибо, сэр Ладно Встретимся в форте А ты пока собирай информацию И постарайся не играть в Рэмбо Я не буду И... да Я могу называть тебя Крис Я думаю, мы недостаточно знакомы для этого Ну... мы можем изменить это во время нашей встречи Мы пересечемся Мы пересечемся Как напарники Конечно, конечно А, кстати, как ты проникла в форт? Через канализацию Канализация... Как же я сразу не мог догадаться Ну что ж, Снэйк, похоже у тебя появилась новая миссия Я ненавижу канализации